так все видно надеюсь что так короче на видно сначала мы закончим то что мы в прошлый раз не закончили а дальше а дальше поедем дальше у нас было в прошлый раз в конце мы сказали что давайте рассмотрим авторегрессионную модель следующего вида где каждый каждая условная плотность при условии всех предыдущих цов будет нормальным распределением параметры которого будут зависеть соответственно только от и минус первых и минус 1 компонент вот что мы тогда имеем ну во первых для того чтобы сделать прямой ход такой модели надо что сделать надо просамплировать за ты ты стандартного нормального распределения и соответственно умножить на стандартное отклонение прибавить среднем чтобы сделать обратное надо соответственно язык совы поделить на сигму важное замечание что здесь то на самом деле у нас появляется некоторая вспомогательная переменная за ты ты который является случайной величиной который приходит из какого-то стандартного нормального распределения заметили держим в голове наверное да что мы тогда имеем вот у нас есть как бы прямое преобразование которое мы можем обозначить за буковку же то есть x у нас является некоторой функции же от z где соответственно функция же вот по компонент расписано вот здесь и функция z является некоторой функции f от x где каждый компонент соответственно сдается вот такой вот формулу заметим что если мы найдем якобиан такого преобразования df по dx но логарифм то мы можем его расписать через логарифм якобиана обратной функции поставить сюда минус и заметим что такое преобразование она имеет вид треугольной матрицы и пьян поэтому терминант якобиана будет равен просто произведению диагональных элементов или если мы ставим логарифм то будет сумма ну у нас тут был минус поэтому он остается вот и что получилось мы получили что у нас есть авторегрессионная модель у которой вычислимый якобиан и который является инвертируемый а это как раз таки то что мы называли потоками и это как раз показывает что на самом деле в некотором приближении любая ну не любая ой простите пожалуйста частный вид авторегрессионной модели может быть потоком именно если мы поставим нормальное распределение ну или любое распределение которое является имеет некоторый параметр сдвигай масштаба например окей это держим в главе что делаем дальше ну вот у нас есть наша авторегрессионная модель гауссовая а у нее есть соответственно прямое преобразование есть обратное преобразование здесь сразу надо заметить что прямое преобразование является последовательно мы уже говорили раз 15 то есть чтобы получить x это мы должны знать все и минус одну компоненту x предыдущих но заметим также сразу здесь что обратное преобразование последовательным не является потому что для того чтобы получить запитую нам не надо знать все z которые были до этого нам надо знать только весь x если мы знаем x то мы можем сразу все за и ты для любого и посчитать то есть про прямое преобразование мы такое сказать не можем про обратное можно давайте сделаем простую или параметризацию и здесь шляпки в этот раз поменял и вроде все нормально теперь давайте один на сигма с крышечкой обзовем за сигму то есть вот эту дробь а минус минус крышечкой деленные на сигму с крышечкой обзовем просто займем что мы тогда получим мы получим обратное преобразование следующего вида для того чтобы получить z мы соответственно будем применять вот такое преобразование которое является соответственно нормальным ну то есть если мы возьмем вот здесь например в качестве x а стандартное нормальное распределение умножим его на какой-то параметр масштаба и прибавим сдвиг то получим некоторое другое нормальное распределение и получим обратное преобразование что здесь важно заметить что вот это вот формула которая является преобразованием например нормального распределения она непоследовательная здесь за ты ты не зависит от предыдущих сетов все то же самое что и здесь только мы здесь как бы поменяли местами сейчас z и x вот и то есть что важно понять вот есть как бы два мода есть первый мод когда мы делаем forward преобразование есть 2 когда мы делаем инверс преобразование вот один из них является последовательным другой нет вот если мы хотим быстро генерировать объекты то мы хотим чтобы 2 2 то есть обратное преобразование не было последовательно то есть мы можем просто поменять два преобразования местами от этого ничего не изменится потому что инвертируем а вот но получим дополнительные плюшки и же плюшки мы получим а вот я еще даже стал картинку которую дернулась какого-то блока если вам хочется если вам не понятно о чем я говорю вот в этой теме то можно почитать вот эту вот ссылочку а там вполне очень очень вполне хорошо написано про вот эти преобразования и так вот есть у нас гаусс тут сразу прошу прощения за то что все буковки которые написаны на картинках не совсем совпадают с тем что на левой части потому что картинка не моя вот ну иксы совпадают z ки здесь обозначен как у base distribution вот альфа и мю ну мю такая же альфа это соответственно логарифм сигма в данных обозначениях вот ну я думаю разберетесь вот соответственно первая схемка вот это вот маленькая показывает то что происходит в гауссовской авторегрессионной модели вот у нас есть x и для того чтобы получить x и ты мы соответственно делаем некоторые применяем некоторую функцию альфа и мю которые дают нам параметры нормального распределения она зависит от первых и минус одной компоненты и и сэмплируем соответственно некоторую компоненту и стандартного нормального из бейс дистрибьюшена и получаем тем самым и сыты для того чтобы сделать обратное преобразование которое вот мы сначала записывали через мюз крышечкой это прям честно просто формула переписанная вот и ну применили какую-то супер тупую параметризацию что же мы получили для того чтобы получить вот эту и ту из бейс дистрибьюшена что мы должны сделать мы должны при применить посчитать некоторые функции альфа и мю от первых и минус одной компонент x а взять x и ту следующую компоненту и соответственно вот сделать это преобразование получить у это вот что же мы хотим делать когда мы хотим заиспользовать инверс авторегрессив флот мы хотим сделать вот то же самое что нарисовано вот на втором рисунке только поменять у и x местами ну или zx то есть у нас вот есть два две случайные переменные которые там задаются каким-то плотностями одна из бейс дистрибьюшена другая вот честно наше распределение да на самом деле мы их можем просто поменять местами и ничего от этого не сломать потому что у нас все преобразование инвертируемые и бла-бла-бла вот давайте это и сделаем то есть заменим просто у их с местами и теперь чтобы получать x и ты мы будем делать следующее мы будем считать некоторые функции альфа и мю от и минус одной компоненты у и брать у это и соответственно применять вот эти выходы к этой улице чтобы получить x это вот что мы тогда получим вот теперь для того чтобы получить x у нас не будет никакого последовательного процесса зная все ушки мы можем сразу получить все x и ты вот но для того чтобы получить каждую у это у нас будет соответственно последовательный процесс обратный вот ну типа вот такого вида только надо у и x поменять места окей дальше что у нас ну еще вот слайд с прошлой лекции где еще раз показано что а вот есть авторегрессионный поток если мы его используем в так называемым инференс моде то мы вот берем некоторые сложные распределения на иксах получаем некоторое простое распределение base distribution и а это то как мы использовали потоки для потоки авторегрессионные модели до этого и вот это вот часть первая она подходит для задачи оценки плотности когда нам надо быстро посчитать плотность мы имеем объект мы сразу его считаем плотность некоторым вот скрытым пространстве где у нас просто раз про строя простое распределение в а вот этих вот и аф который инверс авторегрессив флоу предлагаете делать следующее предлагается использовать как бы перевернуть вот эти две два рисунка использовать вот эту схему когда мы из простого распределения идем сложное распределение вот и почему это хорошо я сожалению не помню что этот наставлял вам по моему все нормально для чего это хорошо это хорошо как раз таки для использования потоков в вае вот мы говорили что у нас есть вариационное распределение которое стандартные нормально не стандартные нормальные просто нормальная там с с некоторыми улиц диагональной матрицы сигма это ограничение мы бы хотели его снять мы выписали на прошлой лекции элба которая использует поток в вариационном распределении и мы бы хотели сейчас использовать вот такую схему для того чтобы получать некоторое обстоятельное распределение под давайте поймем как это сделать вот у нас есть наше преобразование которое мы выписали используя репараметризацию давайте сделаем следующее вот давайте а вот у нас было вае который задавал нам некоторые мю икс и сигма икс вот это было некоторое пастерерное распределение которое нам выплевывал энкодер честный энкодер нам выплевывал давайте вот получим некоторые z0 которая приходит из нашего энкодера с помощью трюк репараметризации и будем применять соответственно последовательность последовательность преобразований вот такого вида где каждый сигма к ты и мюка ты это вектор компоненты которого заданы вот этим вот обратным преобразованием а то есть вот вот все все вот эти сигма к ты и мюка ты имеют три якобиан якобиан этого преобразования имеет треугольный вид вот поэтому мы можем его легко считать каждое такое zk ты будет задавать некоторое распределение у к ты вот нас таков таких преобразований несколько мы получим некоторое кука большое которое нам даст окончательное пастерерное распределение и дальше мы будем использовать потоки вот так было на прошлой лекции понятно ли что я сейчас сказал есть непонятно спрашивайте а ну еще вот схемка который показывает как это работает вот у нас есть некоторый энкодер который у нас был вая который выплевывать сигма и мю мы делаем некоторый трюк с репараметризации берем некоторые эпсиол из априорного распределения которое у нас называется z умножаем на сигму прибавляем получаем за вот эту за которая у нас z 0 дальше делаем некоторый шаг вот этого в три гуси он его поток который мы сейчас рассмотрели получаем за то дим делаем еще один шаг авторегрессионного потока получаем за 2 и так далее каждый шаг этого авторегрессионного потока выглядит следующим образом вот здесь вот буковка аж который просто рассказал давайте забьем потому что технически технический момент он нам абсолютно неинтересно можно считать что ее просто нет и ничего не сломается вот у нас есть z она приходит в авторегрессионный поток мы кидаем ну соответственно получаем некоторые сигма и мю которые вот эти вот штучки посчитали их соответственно умножили z на сигму прибавили мю получили следующие zealand и так далее вот тем самым мы можем получить достаточно сложное распределение апостриор на и что показано вот на этом рисунке вот у нас есть некоторая априорное распределение мы можем найти апостриорное распределение в обычном LOVE тут какой-то прям супермодельный примерно 4 . каждый вот этот блок это апостриорное распределение для определенной точки данных то Вот это, например, q от z при условии x1, это q от z при условии x2, это и при условии x3, при условии x4. Мы видим, что если мы используем нормальное распределение, то все вот эти апостерерные распределения, они имеют вид, очевидно, нормального распределения, потому что они им и являются. А мы хотим что-то более сложное. И вот если мы применим такую схему, засунем потоки в y, то мы можем действительно получить хорошее априорное распределение, которое делится на такие сложные сектора, каждый из которых является апостериорным распределением, то есть q от z при условии x. Окей, поехали дальше. Пошли вопрос. Да, конечно. А мы вот в вариационном автоэнкодере в какой момент, получается, применяем KL-дивергенцию? Уже после применения потока, да? Ну, то есть, когда мы подгоняем распределение под апрелорами. Да-да, смотри. Во-первых, мы не применяем KL-дивергенцию, KL-дивергенция является членом в нашей функции потерь. Вот. То есть, что мы делаем? Вот у нас есть forward pass, где мы применяем энкодер, потом применяем поток, выход потока, вот этот z окончательно, мы кинем еще в декодер. Вот посчитав forward pass, то есть выход энкодера, потока, декодера, мы считаем objective. Objective состоит у нас, ну, это ELBA. ELBA можно поделить на две части. Это там то, что называется reconstruction loss и KL-дивергенцию. Вот. Их мы считаем как раз уже, KL-дивергенцию мы считаем для распределения, которое мы получаем после энкодера и после потока. Да, все будет. Я понял. Это и был мой вопрос. Понятно. Так. Окей. Едем дальше. Вот. Давайте еще раз посмотрим. Вот у нас есть авторегрессионная модель, мы туда засунули нормальное распределение, что вполне логично. И в целом, вот если не делать вот этого inverse преобразования, какой-то там вот этой параметризации, то у нас уже вот, ну, это модель, которую мы уже рассматривали. Это просто авторегрессионная модель, которую мы вроде как умеем программировать. В некотором роде даже была какая-то попытка с моей стороны дать вам нормальную домашку, с вашей стороны ее сделать. И мы можем там использовать то, что называется mask autoencoder, MADIA. То есть, что нам надо сделать? Нам надо сделать нейросеть, автоэнкодер, у которого, соответственно, будут замаскированы какие-то там веса, то есть будут какие-то маски, и в конце, который будет выплевывать нам μ и σ, то есть параметры нормального распределения. Вот. Ну, то есть в домашке мы делали это для категориального распределения, там у нас был softmax. Вот. Но мы, ничто нам не мешает сделать это для какого-то непрерывного распределения, например, ну, для нормального. Заметим, что в данном случае у нас получается, что тот порядок, на котором мы вот здесь делаем обуславленное, он у нас влияет на то, что мы можем получить, то, что может вообще создать модель. Почему? Ну, давайте рассмотрим простой пример. Пример. 2D-плоскость. У нас заодно какая-то плотность вот такого вида. Давайте представим, что мы делаем следующее. Мы строим модель, ну, соответственно, вот здесь у нас x1, здесь по вертикали x2. В горизонтали x1, по вертикали x2. Представим, что модель имеет следующий вид. Так, только не обманул ли я вас x1. Да, то есть мы сначала моделируем P от x1, а потом моделируем P от x2 при условии x1. Ну, то есть выбрали порядок следующий. 1-2. Вполне логично. Что мы тогда получим? Можем ли мы вообще получить вот такую плотность тогда? Ну, если немного подумать, мы сразу можем сказать, что такую плотность мы никогда не получим. Почему? Потому что если мы моделируем x2 при условии x1, и x2 при условии x1 является нормальным распределением, то очевидно, что вот если мы проведем какую-то линию, вот такую вертикальную, ну, то есть зафиксируем как-то x1, то вот это распределение, которое мы получим на этом срезе, оно является двумодальным. У нас есть вот одна мода вот здесь будет, здесь будет вторая мода. И мы его никак не саппроксимируем нормально с помощью нормального распределения. Нормально не саппроксимируем с помощью нормального. И это как раз-таки показано вот здесь, что мы получим, если аппроксимируем вот такую плотность с помощью мадия, которая, соответственно, сначала моделирует x1, потом x2 при условии x1. Вот эта штука явно не похожа на то, что бы мы хотели получить. И что здесь еще важно? Я хотел давно это сказать, что-то все забывал. Вот если мы, ну, понятно, что вот эта штука, мы уже сказали, что будет являться в некотором роде потоком, поэтому мы можем сделать следующее. Мы можем вот насамплировать наши x, кинуть их в эту регрессионную модель и получить сэмплы из базового распределения. Ну, то есть сделать формулу замены переменных, то что называется. И по-хорошему вот здесь, вот на этом рисунке, это как раз-таки сэмплы из базового распределения. Мы бы хотели увидеть вот стандартное нормальное распределение, что-то типа вот такого. Но здесь мы видим вот какую-то кракозябру. И это как раз-таки нам говорит о том, что та модель, которую мы вот здесь обучили, которая нам вот дает вот такую плотность, она плохо обучена. Еще раз, вот для того, чтобы понять, что поток у нас хорошо обучен, можно сделать следующее. Можно сэмплировать из базового распределения с помощью полученной модели. И если то распределение, которое мы получаем, не похоже на базовое, то значит наш поток плохо обучен. Это хороший индикатор того, что хороший ли у нас поток получился. И, собственно, статья, которая называется Math Must After Regressive Flow, она делает следующее. В целом их идея достаточно прозрачна. И, ну, сейчас разберем, в чем их идея. В общем, сделав то, что они сделали, они смогли разрешить вот эту вот штуку, научились моделировать вот такие плотности, и их поток, соответственно, выглядит поток здорового человека. И на самом деле сделали они очень простую вещь, которая поместилась у меня в семи словах. Они сделали просто, застакали несколько моделей модея, и все. Почему это хорошо? Потому что если мы будем стакать несколько модея и при этом менять порядок переменных, на которые мы кондишенимся, то мы сможем разрешить вот этот коллапс, и у нас не будет такого, что каждое распределение будет нормальным от предыдущей переменной, потому что каждая предыдущая переменная будет получена уже нелинейным образом. И в целом, на самом деле, вот это просто хотел быстро вам рассказать, что вот есть такая модель, которая использует вот прямое преобразование, не делает всяких там вот этих inverse after-regressive flow, использует просто застаканную модея модель, которую вы уже знаете, и все. Давайте вот еще раз посмотрим, чтобы прям окончательно было понимание того, что здесь произошло, и, наверное, там поедем дальше. Что у нас было вот в этой модели mass after-regressive flow, про которую можно думать просто как в модея. У нас было преобразование следующего вида. Икситая получалась с помощью затытового, вот этот процесс последовательный, этот непоследовательный. И что важно, здесь мы можем быстро оценивать плотность, но медленно сэмплировать. В inverse after-regressive flow мы медленно оцениваем плотность, но быстро сэмплировать. Для того, чтобы получить х, мы делаем это в один прогон. Если мы знаем все Z, мы быстро получаем X-виты. Но для того, чтобы получить Z, мы, соответственно, будем последовательно их получать. Еще раз, чтобы вот из этого получить это, мы сделали следующее. Мы сделали, во-первых, репараметризацию, это 1 делить на сигму, на сигму с крышечкой заменили и так далее. И поменяли Z и X местами. Все, больше мы ничего не сделали. Ой, забыл об интересной вещи. Сейчас еще докажем маленькую теорему, которая на самом деле не очень практически применима, но, как мне кажется, дает чуть-чуть больше представления о том, что здесь вообще происходит. Теорема звучит сложным образом, а именно, если мы будем тренировать модель MAF, про которую можно думать как просто MAF, то есть замаскированный автоэнкодер, например, с помощью принципа максимума правдоподобия, то это эквивалентно тренировке, неявной тренировке модели обратного авторегрессионного потока, с помощью стокастического авторегрессионного вывода. Звучит сложно, но мне кажется, что эта теорема понятна только после того, как ты ее доказал, потому что, когда ты доказываешь, тебе становится понятно, что же ты доказываешь. Но давайте разберем обозначение, которое здесь у меня написано. Давайте введем некоторое базовое распределение, как у нас было в потоках, P от Z назовем его. Введем распределение данных. Это честное распределение, которое мы вообще хотели бы получать, но ввели некоторую параметрическую модель и бла-бла-бла. Обзовем его за P от X. Обзовем модель F от X тета MAF моделью, и обзовем модель G от Z тета вот этой inverse of regressive flow. Будем думать об этом как о некоторой модели, которая задает, соответственно, авторегрессионную нормальную модель. И тогда мы можем выписать просто плотность распределения для Z и плотность распределения для X. Для Z у нас, соответственно, получится вот здесь логарифм P от… Ну, вот эта вот штука – это X. P от X, где P от X – это распределение данных. Плюс, соответственно, вот такая вот штуковня – логарифм дитермината. Для X получится то же самое, только здесь будет не P от X, а P от Z. А здесь будет не DG по DZ, а DF по DX. Окей, это в целом просто формула замены переменных, честно написанная. Еще раз замечу, что вот это вот P и вот это P – это два разных распределения. Вот это P – это распределение на Z, это распределение на X. Это абсолютно разные распределения. Про это мы думаем, как стандартное нормальное распределение – это какое-то сложное распределение. Окей. И давайте вот еще раз в терминах буквы, что же мы хотим показать. Мы хотим показать, что вот если мы будем максимизировать вот это вот прям максимум likelihood estimation, вот если мы будем с помощью максимум likelihood обучать нашу модель, которая является MAF-моделью, то есть замаскированный авторегрессионный поток, то это эквивалентно тому, что мы будем минимизировать KL-дивергенцию между некоторым… Вот про это можно думать, как про пастериорное распределение, которое аппроксимирует базовую плотность. Думаю, сейчас абсолютно непонятно, что это и почему, но давайте попробуем доказать эту теорему. Это делается крайне элементарно. Вот. И поймем, что же мы получили. Давайте возьмем вот этот второй член и попробуем его расписать. Вот еще раз, вот здесь надо заметить, что… Следующая вещь. Вот когда мы… Вот что здесь написано про стахастические вариационные инференсы, вот это вот все. Вспомним, что у нас, когда мы получали objective для VIA, то есть ELBA, у нас была вот эта вот штука, ну, вот прям вот такая. Мы ее подперли снизу с помощью ELBA, и разница между ELBA и истинным объективом была KL-дивергенция. Вот здесь как раз-таки написано, что если мы будем минимизировать вот эту KL-дивергенцию, что эквивалентно максимизации ELBA, то мы как раз-таки будем обучать наш math с помощью максимума леглихуда. Причем здесь важно заметить, что вот это вот распределение, это абстриорное распределение на Z, вот это базовое распределение, про которое мы можем думать как правило. И давайте поймем, как это можно показать, показывается это крайне элементарно. Давайте возьмем вот второй наш член, KL-дивергенцию, распишем его в таком виде. Это мат ожидания P от Z при условии θ, и здесь должен был стоять бы логарифм дроби PZ при условии θ делить на PZ, распишем его как разный из двух логарифмов. Окей, это просто определение KL-дивергенции написано. Теперь сделаем следующее. Вот вместо P от Z при условии θ подставим то, что мы имели на предыдущем слайде, то есть воспользуемся формулой замены переменных. Вот прям честно в лоб подставим. То есть логарифм P сначала, P от X, и потом логарифм детерминанта. Второй член оставим без изменений. Окей. И третьим шагом сделаем следующую вещь. Сделаем замену переменных честных. Вот сейчас мы здесь интегрируем по Z, а теперь давайте интегрировать по X. То есть вместо G от Z подставим X, будем интегрировать по X. Вот здесь вот эту штуку мы воспользуемся фактом, что логарифм детерминант обратной функции равен минус логарифму прямой функции. Поэтому поставим минус и вместо DG по DZ подставим DF по DX. А в третьем члене Z заменим просто на F от X. То есть здесь просто формула замены переменных в интегрировании или мат-ожидании, как хотите. Получили вот такую кракозябру. А теперь давайте подумаем, как бы мы ее перегруппировать могли бы. Вот получили вот эту штуку. Это просто переписанная с прошлого слайда вещь. И теперь вот первый член оставим без изменения. А вот про эту штуку заметим, что это не что иное, как как раз-таки P от X при условии тета. То есть то, что было два слайда назад, вот здесь вторая строчка написана. Вот мы получили эту штуку. Просто поверьте, что здесь все правильно. Тем самым мы получили мат-ожидание от разности двух логарифмов, что мы можем собрать в некоторую KL-дивергенцию. KL-дивергенцию от двух распределений. Первое – это P от X, который является истинным распределением данных. А второе – это распределение P от X при условии тета. То, что мы пытаемся промаксимизировать при maximum likelihood estimation. То есть мы получили KL-дивергенцию вот такого вида. Теперь давайте разберемся, а что же это за KL-дивергенция. Давайте попробуем, ну мы хотим, вот сейчас мы решаем вот эту задачу сначала. То есть мы расписали вот этот второй член, мы его хотим проминемизировать. То есть мы доказали, что вот эта KL-дивергенция равняется вот этой KL-дивергенции. Что здесь важно заметить? Что вот здесь у нас распределение P от Z при условии тета с базовым распределением на Z. Нет, здесь у нас наоборот распределение данных сначала находится, потом P от X. То есть вот здесь сначала параметрическое находится, а потом то, которое задано. Здесь же наоборот, сначала то, которое задано, потом параметрическое. И это как раз таки в целом, это все, о чем говорит наша теорема. То есть если мы сначала рассматриваем модель MAF, то она в целом, оптимизируя MAF, мы в целом эквивалентно учим некоторую вещь стахастическим вариационным выводам. Потому что в стахастическом вариационном выводе у нас объектив вот такого вида, в MAF у нас вот такого вида. Что мы сейчас в целом поймем. Давайте продолжим. У нас есть вот такая штука, мы ее хотим проминимизировать. То есть вот есть вот эта вещь, которую мы сейчас получили, мы хотим ее проминимизировать по тета. Ну давайте еще раз обратно эту штуку распишем. Вот это выражение находится. И поймем следующую вещь, что первая слагаемая у нас от тета не зависит. Если мы берем argminium по тета, то вот эту часть мы можем просто выкинуть. И тогда у нас останется argminium от минус логарифма вот этой штуки. Argminium от минус логарифма равен argminium от просто логарифма, ну просто на минус один давайте домножим. Поэтому получим вот такую вещь. Заметим, что вот эта вот штука является честным правдоподобием модели. Ну то есть взятым по всем-всем-всем x из распределения. Делая maximum likelihood estimation, мы же делаем следующую вещь. Мы говорим, что давайте будем считать не вот эту вещь, а будем брать нашу выборку конечную из n-объектов и будем считать просто сумму логарифмов. То есть то, что мы имеем в maximum likelihood estimation, является несмещенной оценкой вот этого функционала. Поэтому первая вещь, которую здесь стоит отметить. Maximum likelihood estimation, решая задачу максимум likelihood estimation, мы решаем задачу несмещенной оценки вот такой кайли-дивергенции, что очень важно, потому что через неделю мы будем рассматривать ганы, и там это прям будет важно заметить. Еще раз. Maximum likelihood estimation – это в целом некоторая стокхастическая версия минимизации дивергенции Кульбека-Лейблера от распределения на данных и распределения нашей модели. И если вот эта вот модель наша является MAF, то это эквивалентно тому, что мы будем неявно обучать в латентном пространстве модель, которая является и AF, то есть Inverse After Regressive Flow, с помощью стокхастического вариационного вывода. То есть в целом теорема говорит две вещи. Во-первых, MLE – это соответствует минимизации Кульбека-Лейблера, а минимизация Кульбека-Лейблера в случае, если наши модели являются авторегрессионными потоками, эквивалентна тому, что мы оптимизируем вот такой объектив в скрытом пространстве. А этот объектив является объективом стокхастического вариационного вывода, который у нас был на второй лекции. Кажется, на этом слайде с этой темой пока что все. Вот спросите сейчас, если что-то непонятно. Или все непонятно. Короче, скажи что-нибудь. Нормально. Нормально, спасибо. А, и последний пассаж на эту тему. Вот у нас еще было RealNVP, давайте поймем, как это связано с RealNVP, и все, на этом вроде закончим. Еще раз, вот у нас был МАФ, считаем плотность с помощью одного прохода, считаем сэмплем с помощью M-проходов, был ИАФ, в котором наоборот плотность считалась с M-проходами, сэмплировали с одним проходом, и был какой-то RealNVP на позапрошлой лекции, который выглядел вот следующим образом. Давайте поймем, а не являются ли они какими-нибудь братьями все, потому что в целом-то кажется, что, может не кажется, но давайте поймем. Заметим, что для того, чтобы посчитать плотность в RealNVP, нам нужно было сделать один проход. И для того, чтобы сделать сэмплинг в RealNVP, нам нужно было сделать один проход. Сейчас мы поймем, что RealNVP это некоторый частный случай вот этих всех МАФов и АФов. А именно, здесь бы хорошо было еще прошлые формулы записать, но я думаю, сообразим как. Давайте положим μi и σi равным 0 для всех i от 1 до d. Кажется, я уже здесь облажался. Да, почему? Потому что не 0 здесь надо. Здесь μi положим равным 0, а σi положим равным 1. И тогда заметим, что если μi равно 0, а σi равно 1, то мы получим x равным z. Давайте сделаем это для первых d-компонент и получим формулу x1d равно z1d. А со вторыми d-компонентами сделаем следующую вещь. Давайте скажем, что μi и σi являются функциями только от первых d-компонентов. Для всех i от d плюс 1 до m. То есть, что было у нас вот здесь? Вот здесь у нас было… То есть, σ зависело от всего x, а мы сейчас хотим сказать, что не от всего x, а до i минус 1 компонента. А мы сейчас говорим, давайте не до i минус 1 компонента, а строго до d-компонента, где d – это некоторое фиксированное число, по которому мы разбиваем каналы. Обычно это половина тензора. И тогда мы получим ровно вот эти вот формулы. В целом, я думаю, тут… Ну, опять же, здесь вот должно быть μi равно 0, σi равно 1. Но здесь то же самое, только шляпочки убрали и вместо x, z поставили. То есть, вот эти вот мафы и афы, которые мы с трудом со скрипом сейчас рассмотрели, они являются некоторым обобщением модели real MVP. Real MVP появилась первой. Это была, то есть, некоторая такая техническая вещь. Давайте вот так сделаем, все будет работать. Вот мафы и афы – это некоторая более общая вещь, которая проводит там параллель с афтрекрессионными моделями и бла-бла-бла. Более того, тоже между собой взаимосвязаны с помощью вот теоремки, которую мы сейчас показали. Вот, кажется, на этом все. Сейчас будет еще одна статья, тоже про них, но немножко в другом ключе. В ней в целом много технических деталей, но мы про них говорить не будем. Я вам хочу просто донести идею этой работы и двинемся дальше. В целом, вот в следующей статье надо понять только идею и все. Никакие детали смотреть не будем. Вот уже, по-моему, в третий раз что-то за сегодняшнюю лекцию у меня написаны эти слова. Вот что одна, соответственно, медленная, другая, быстрая. Одна на этапе генерации, другая на этапе likelihood evaluation. А нам бы что хотелось? Нам бы хотелось вообще и то, и то, чтобы быстро у нас все было. Нам не хочется, чтобы какая-то часть модели была медленная. Как бы нам сделать такую модель, которая бы не обладала одним минусом? Давайте вспомним модель, которая была у нас на первой лекции, которая называлась WaveNet. Это авторегрессионная модель, одномерная, которая работает со звуком, которая, соответственно, с помощью одномерных сверток генерирует звук. То есть берем некоторый вход, делаем свертки с делейшн фактором, то есть с такими пропусками, получаем вот некоторый круглый кружочек, его можем подставить вот сюда, это будет у нас следующий элемент входа. Возьмем вторую часть этого входа, получим еще один желтый кружок и так далее. То есть последовательно генерируем, как в авторегрессионной модели. И в целом, вот если у нас в конце вот здесь будет нормальное распределение, то мы-то как раз-таки вот здесь и видим некоторый вот этот маскированный авторегрессионный поток, который медленно генерирует. Он быстро оценивает плотность, обучается быстро, медленно генерирует. Так, здесь некоторые детали, которые на самом деле нам не важны. В целом на этот слайд, мне кажется, можно даже и не смотреть. Ну, то есть здесь написано следующее, что для того, чтобы вот нам генерировать аудио, у нас будет, ну, при частоте 16 кГц, у нас будет 16 точек в секунду. И генерировать последовательно каждую точку, ну, как-то долго. То есть мы 16 тысяч раз прогоним модель, чтобы получить секунду звука. Вот, это плохо. Ну, вот это вот неинтересная вещь, мы не будем даже рассматривать. То есть вот в этой модели они говорят, мы вообще хотим более высокочастотный сигнал генерировать, 24 тысячи точек в секунду. Как бы нам это сделать? Вот. Давайте, не буду, этот слайд в целом можно, с прошлого года слайд остался, его можно было выкинуть, ничего бы от этого не сломалось. Идея. Вот у нас есть и Аф, который быстро генерирует, но медленно оценивает, ну, то есть она медленно обучается, потому что для обучения нужен последовательный процесс, но быстро генерирует сэмплы. Вот. Но нам очень важна та ее способность быстро генерировать сэмплы. Вот. Если мы смогли бы как-то быстро ее обучать и при этом, чтобы она быстро нам сэмпл генерировала, то мы победили. Вот как бы нам это сделать? А здесь используется такая штука, как дистилляция модели. Я думаю, что, наверное, если те, кто не знает, что такое дистилляция модели, мне надо в трех словах быстренько проговорить об этом. Скажите, пожалуйста. Лучше проговори. Да, я не знаю, что такое дистилляция. Окей. Вот сейчас на кошечках и собачках быстро постараюсь объяснить. Допустим, у нас есть большой датасет картинок. Мы решаем задачу классификации. Мы хотим говорить, что на картинке изображена кошечка, на картинке изображена собачка и так далее. То есть вот у нас есть картинка и метка. Например, на этой картинке есть собачка. Ну, то есть какая-то категориальная переменная. Мы можем ее заванхотить, например. То есть сделать вектор, у которого миллион нулей и одна единица. Ну, не миллионы уж классов, но там тысячи. Пусть будет. Вот. И мы хотим получить какую-то, ну, обучить какую-то модель для классификации. Что можем сделать? Ну, можем честно обучить модель на задачу классификации. Получим модель, она, скорее всего, будет хорошо работать. Но вот беда. У нас есть требование, что модель должна быть маленькой. Мы обучили какую-то здоровую модель, какой-нибудь там резнет с тысячами слоями. Он хорошо работает. Но нам надо как-то его уменьшить. Нам надо получить какую-то модель, которая будет поменьше. Ну, вот там, я не знаю, например, нам на мобильное устройство ее надо засунуть. И нам надо какую-то маленькую нейросеть получить. Что мы можем делать? Ну, во-первых, можем просто взять маленькую нейросеть и обучить маленькую нейросеть. Ну, то есть сделать модель поменьше и обучить ее. Это первый подход. А можем сделать хитрую вещь. Вот если у нас есть уже какая-то большая здоровая модель, мы можем сказать, что давай мы тебя назовем моделью учителем. И будем учить вот эту маленькую модель, которую мы назовем студентом, на выходы большой модели. То есть большая модель предсказывает нам вероятности классов. То есть она предсказывает некоторое распределение на классы. И мы будем учить нашу маленькую модель предсказывать не метку, а прямо вот честное распределение. То есть не one-hot encoding будем использовать, а некоторые такие софт-метки. То есть зачем это делать и почему это может вообще работать. Допустим, у нас вот есть картинка, на ней изображена кошка. Вот в one-hot метке все, что мы… Вот если у нас есть one-hot вектор, у которого там много-много-много нулей и одна единица, то все, что он нам говорит, что на этой картинке есть кошка. И все. Если же мы обучили большую модель, которую мы называем учителем, то, скорее всего, она выучила… Ну, то есть она точно выучила некоторые распределения. И, скорее всего, вот если мы прогоним эту картинку с кошкой через эту модель, то на выходе мы получим некоторое распределение, в котором содержится больше информации. Потому что, например, если она хорошо обучена, то максимальное значение логита будет в классе, где действительно стоит кошка, но при этом она будет знать, что в целом кошка – это животное, поэтому в классе, который отвечает за собаку, например, у нас тоже будет какая-то ненулевая вероятность. И в других классах, которые тоже отвечают за животные, какие-то четырехногие, у нас тоже будут какие-то ненулевые вероятности. Вот. Поэтому выход большой модели, он более репрезентативен, чем вам ход вектор. Да, понятно, у нее могут быть ошибки. Да, понятно, она там не идеальна. Но та информация, которую она знает, она смогла уже, скорее всего, выучить некоторую связь между классами. Поэтому зачастую очень хорошо работает следующая вещь. Мы обучаем большую модель на большом датасете, называем ее учителем и учим некоторую маленькую модель, которую мы называем студентом. Не на ванхот-метке, которая у нас есть в датасете, а на софт-метке, которая предсказывается моделью учителя. Понятно? Идея, понятно? Да, да. Вот. А, соответственно, вот в этой работе, которая называется параллельный вейв-нет, используется примерно такая же вещь. Вот давайте обучим обычный вейв-нет, который, как мы сказали, является в целом мафом, с помощью MLE, Maximum Likelihood Estimation, то есть получим какую-то большую сеть и назовем ее учителем. А теперь мы хотим обучить некоторую IAV-модель, которая будет студентом, и она бы в идеале должна пытаться что здесь написано? Ну, соответственно, выдавать такие же вероятности, как выдает модель, которая учитель. Окей, вот как это сделать, мы сейчас на следующем слайде разберем. А здесь еще вот Objective написан. То есть вот все, что мы хотим делать, это мы хотим, они назвали свой подход Probability Density Distillation. Это чуть-чуть отличается от того, что мы сейчас рассмотрели для задачи классификации, но в целом то же самое. Мы хотим приблизить распределение S, это student, соответственно, T, это teacher, учитель. Мы хотим проминемизировать KL-дивергенцию распределения студента и распределения учителем. Ну, это расписывается, вот это кросс-энтропия, это просто энтропия распределения. Вот. Как это технически они делали, нас не интересует. Мы вот сейчас, все, что я хочу до вас донести, что можно вот использовать Mafia в качестве учителя и студента и, соответственно, получать желаемые свойства модели. Таким образом. Вот как они это делали? Вот у нас есть WaveNet учитель, который вот, вот он так и выглядел. Вот у нас там были какие-то стрелочки, у нас был какой-то входной сигнал, вот пока на нижнюю часть не смотрим. Вот у нас был какой-то входной сигнал, иксы, мы их пропускали через WaveNet, получали какую-то вероятность, максимизировали правдоподобие. И давайте вот представим, что вот эту часть мы уже обучили. Вот просто как обычно мы обучали WaveNet. Окей. Вот теперь зафиксируем вот эту вот синюю часть и ведем некоторую модель учитель, ой, простите, студента, которая у нас будет яв моделью, то есть она будет использовать обратный авторегрессионный поток, то есть вот будет брать некоторый шум, пропускать его через себя, быстро пропускать, генерировать некоторый входной сигнал X. И вот мы хотим теперь вот эту, какой-то цвет, не могу сказать, розовый, какую-то вот эту вот розовую сеть как-то хотим обучить. В статье предлагается следующая вещь. Вот если у нас есть большая сеть, то давайте делать следующее. Давайте вот брать вот эту розовую сетку, получать, ну, делать форвард пасс. Он у нас делается быстро, то есть вот этот форвард пасс – это процесс генерации. Давайте вот пока она вообще не обучена, быстро сгенерируем какой-то X, который абсолютно не имеет никакой содержатель информации в себе. И после того, как мы его сгенерировали, мы можем кинуть его в модель титчера, учителя, и получить, соответственно, выход учителя, то есть вот P от X и T при условии всех предыдущих компонентов. И мы хотим, чтобы распределение, которое выдавалось вот здесь вот, ну, то есть вот этой моделью, и распределение, которое выдавалось вот этой WaveNet моделью, они совпадали. Для этого давайте минимизировать KL-дивергенцию. Понятна ли идея? Вот то есть у нас есть часть, которую мы можем быстро обучать, но медленно из нее сэмплировать, есть часть, из которой мы быстро можем сэмплировать, давайте их вместе заджойним, и если эта часть у нас уже обучена, то давайте просто вот сделаем так, чтобы вот эти распределения были одинаковые. Как это сделать? Давайте минимизировать KL-дивергенцию. Понятно, что на самом деле KL-дивергенция там считается не очень хорошо, и там они расписывают объектив, как из него сделать что-то, что можно запрограммировать, но это уже, не знаю, мне не показалось интересным, поэтому вам не буду рассказывать. Понятна ли идея? Если нет, то вот спросите что-то про это, иначе двигаемся, все, вот сейчас вот прям... А на вход розовой сети мы... Она принимает прям шум, вот просто шум. А на комминтиву или эти мы тоже шум будем подавать, или уже сигнал типа X и этого? Нет, мы подаем про эволюэйт, иметь в виду про... Когда мы генерируем звук, для генерации звука мы прям подаем прям вот шум. Это вот прям настоящий белый шум. Окей. И это в целом хорошо, потому что подавая шум, мы можем быстро генерировать много их сытых зараз. Так, небольшой summary того, что у нас произошло за последние уже полторы лекции. Так, мы сказали, что вот модель потоков, она непрерывная, и для того, чтобы на дискретных данных это делать, нам надо деквантизировать данные. Посмотрели там на вариационную деквантизацию. Дальше мы сказали, что в оригинальном ВАЕ есть много ограничений, мы хотим от них избавляться потихоньку, и одним из них был ограниченный вариационный класс абстериорных распределений. Сказали, что можно туда засунуть потоки, и все так же будет обучаться. сказали, что гауссовская авторегрессионная модель это частный случай потоков. Рассмотрели две такие модели, это MAF и EAF. И, соответственно, сказали, что RealNVP, поток, который мы рассматривали до этого, это в целом частный случай этих двух моделей. Окей. Двигаемся дальше. Вот этот слайд у нас уже был. Тут что сказано, что вот у нас есть VIA Limitations, ограничения, которые есть в VIA. Вот мы уже рассмотрели вот эту штуку и сказали, что вот здесь можно использовать потоки. Сегодня мы рассмотрим вторую часть, а именно априорное распределение. Если, конечно, уже кажется, что не все рассмотрим. У нас до этого в априорном распределении было стандартное нормальное распределение и как-то это скудно. Сегодня хочется понять, а может быть это и нормально? Стоит ли эту часть VIA оптимизировать? Как ее оптимизировать? Все, точка. Дальше. Декодер мы рассмотрим, наверное, в следующий раз, что с ним можно сделать. Ну и в целом, а еще рассмотрим, будет, по-моему, да, на следующей лекции, часть, которая говорит, как бы нам вот эту штуку сделать поменьше, то есть честный объектив и LB наш. И сразу же стоит заметить, что на самом-то деле, когда мы апстериорное распределение фитим, там априорное распределение выбираем, то на самом-то деле мы вот эту часть уже оптимизируем, то есть выбрав лучше класса апстериорных распределений, мы уже как-то сжали наше LB. Но можно это делать прям явно как-то. И про это поговорим в следующий раз. А сегодня априорное распределение. Сейчас будет достаточно техническая вещь, будет много буквок на следующей слайде. Ну ладно, давайте сначала это проговорим, еще я вперед лезу. Вот есть наш LB. Давайте посмотрим, как про него можно думать. Вот это вот прям LB, которую мы получили на второй лекции, страшный кракозябр. Давайте подумаем, что же оно из себя представляет. Как про него можно думать. Первое, как про него можно думать, это то, что называется evidence минус апостериорная к L-дивергенции. Что это такое? Ну вот это наш честный объектив. Мы доказывали, что вот этот честный объектив равен LB плюс KL-дивергенции. Поэтому если мы выразим обратно LB, то мы получим, что в целом LB — это некоторый наш evidence минус апостериорное распределение. Окей. Как еще можно думать про LB? Про LB можно думать, как некоторая средняя негативная энергия, энергия негативная. Почему негативная? Потому что здесь нет минуса, наверное. Не знаю, почему здесь негативная. В общем, я думаю, у всех у вас, если вы на фукме были всякие… А там логарифм не потерялся? Прошу прощения. Там логарифм не потерялся. Да, логарифм потерялся. Да, и правда, надо добавить. А еще, Рома, вот в самом верхнем выражении для LB там ведь PXZ условно на ТЭТ, а не совместное. Ты вот здесь имеешь в виду? Да. Тут при условии ТЭТ должно быть. Вот здесь. Да, да, да. Вот здесь при условии ТЭТ. Да, да. Ну что ж. Да, что-то просматривал слайд, подумал, блин, ни одной опечатки даже нет с прошлого года. Не тут-то было. Ну, в общем, вот про эту штуку можно думать следующим образом. Вот у вас был там всякий ТЭРФИС, были там какие-то энергии гипса и вот это вот все. И там статистические интерпретации вот этих квантовых состояний. Вот про это можно думать так же, что вот есть какая-то функция, которая задает некоторую энергию там случайных величин. Мы ее, соответственно, усредняем и прибавляем какую-то там энтропию вот этого распределения. Вот. Окей. И третий вид, как можно, третья интерпретация ELBA выглядит самым естественным для нас образом, потому что в целом мы так программируем. Она выглядит следующим образом. у нас есть некоторый первый член, который мы называем реконстракшн лосс. Почему реконстракшн? Потому что, ну вот давайте, если мы в качестве вот этого распределения выберем нормальное, то логарифм от нормального будет пропорционален квадрату, соответственно, ну квадрату ошибки. Вот. Поэтому про это можно думать, как, например, MSE, или если здесь какая-то там softmax распределение, то это будет там кросс-энтропия. И это в целом какой-то вот лосс, который вот в обычной жизни мы при решении задач машинного обучения используем. А второй член — это некоторая KL-дивергенция с априорным распределением. Вот здесь сразу расписано для каждого объекта, не через большие X и Z. Почему? Потому что вот здесь сразу возникает вопрос. Ну вот эту штуку мы хотим промаксимизировать. Значит, вот эту KL-дивергенцию мы хотим проминимизировать. И то есть мы хотим для каждого Z сделать вот это апостериорное распределение близким к прайеру. Ну потому что если минимум KL-дивергенции, то два распределения становятся все более и более похожи. Но ведь это плохо. То есть если мы для каждого Z вот эту штуку загоним в ноль, то что мы получим? Это значит, что Q от Z при условии X будет равно прайеру. прайер у нас не зависит от X, а значит наше апостериорное распределение или энкодер, если мы права и говорим, не зависит от X. То есть латентное пространство никак не связано с X. И это плохо, потому что ну тогда зачем мы его ввели? Мы потеряли какую-либо интерпретацию вот этого вариационного распределения. И поэтому собственно непонятно. Вот есть у нас вот этот KL-член, который расписывается по всем объектам, а что мы здесь вот в нем хотим? Мы хотим эту штуку побольше, поменьше и так далее. Возникают вопросы. Давайте поймем, что же это за член и как на него смотреть вообще. Сейчас вот будет очень техническая теорема, будет много буквок. Думаю, что она обычно со скрипом заходит, но кажется полезно лишний раз посмотреть, как можно все эти кальдивергенции, LB и прочие штуки, как с ним можно работать. В целом она достаточно простая и очень техническая. То есть надо просто внимательно проследить за тем, что произошло и все. О чем она говорит? Вот она говорит следующую вещь. Вот есть у нас вот эта вот штуковня. Что это такое? Это вот этот вот член и вот просто сумма. То есть сумма, ну то есть весь второй член, вот сумма всех кальдивергенций и абстериорных распределений с правил. Она говорит следующую вещь, что эта штука равняется сумме двух других штук. Каких? Первый член это кальдивергенция некоторого распределения Q, которое сейчас мы скажем, чему равно, и нашего априорного распределения. А вторая вещь это буковка I, которую мы будем обозначать то, что называется совместной информацией, которая, ну давайте я введу все переменные и будет более понятно. Сейчас мы будем следующую вещь сделать. Мы будем считать, что индекс объекта это случайная величина. То есть вот у нас есть N объектов, есть наша выборка. Давайте считать, что индекс объекта это случайная величина. Понятно, что так как мы считаем, что наши сэмплы I, ID, то распределение этой случайной величины, она дискретная, мы положим просто равномерным. То есть вероятность принять значение от 1 до N равняется 1 делить на N. И ровно это сейчас и запишем. Пусть распределение на этих индексах, распределение Q и распределение P, сейчас разберем, почему 2, равняется 1 на N. То есть есть два распределения на индексах, но каждая из них равняется 1 на N. Окей, теперь сделаем следующую вещь. Введем некоторое совместное распределение на двух переменных, на переменные I и на переменные Z. Это совместное распределение расписывается с помощью формулы условной вероятности в следующем виде. Q от I на QZ при условии I. Окей, Q от I мы уже сказали, что такое. Q от Z при условии I еще не сказали. То же самое сделаем для распределения P. То есть у нас есть два распределения совместных на двух переменных, на переменные I и на Z, которое вот второе, оно записывается проще, потому что здесь мы будем считать, что наша переменная Z от I не зависит. Почему? Потому что P от Z это вот наше честное априорное распределение, априорное распределение у нас не зависит от того, какой индекс объекта мы сейчас используем, оно у нас никак не зависит от X. То есть P от I Z это совместное распределение, но две эти переменные мы считаем независимыми, то есть распадается в произведение P I и P Z. А здесь у нас честная формула условной вероятности. Причем вот этот член P Z при условии I будет у нас равен просто по определению P Z при условии X и T. Почему? Давайте просто подумаем, какой смысл этого выражения. Это некоторое вариационное распределение на скрытую переменную при условии того, что сейчас мы рассматриваем индекс I. Если мы рассматриваем индекс I, это значит, что сейчас мы просто рассматриваем объект с индексом I, потому что каждый индекс соответствует одному объекту. Поэтому Q Z при условии I просто равен Q Z при условии XI. Это вот определение, с которым мы сейчас будем работать. Запомним, что Q Z при условии I соответствует нашему старому доброму обстерерному распределению. Распределение на индексах индексы у нас абсолютно равнозначны, поэтому 1 делить на N. Распределение P от Z у нас не зависит от I, потому что она априорная и поэтому не зависит. Окей, и ввели соответственно совместные плотности. Теперь в теореме в этой присутствует распределение Q от Z, которое мы просто вводим как, если у нас есть совместное распределение на индексах и на Z, то давайте введем Q от Z просто как маргинальное распределение совместного, то есть просуммируем совместную плотность по всем значениям I и получим соответственно Q от Z. То есть если бы в данном случае была непрерывной случайной величиной, то мы бы поставили интеграл, например, если у нас есть распределение двух переменных для того, чтобы получить распределение от одной переменной, мы должны просуммировать по всем значениям второй переменной. Окей, поставили эту штуку, то есть QZ равняется сумма всех Q и Z. Теперь воспользуемся вот этой формулой, подставим ее честно, подставим вместо Q и того 1 делить на N, а здесь будет сумма QZ при условии X и то. То есть вот это распределение Q от Z, которое мы пока просто достаточно искусственно ввели, оно у нас на самом деле равно следующему, оно равно сумме всех апостериорных распределений. То есть допустим есть у нас Y, мы обучаем Y, у нас для каждой точки X и T есть свое распределение, которое задается энкодером, свое апостериорное распределение, мы его можем все просуммировать и получить некоторое Q от Z. Окей, вот запомни, вот эту вот штуку мы будем называть агрегированным апостериорным распределением, потому что оно суммирует все апостериорные распределения. Окей, и что вот здесь стоит, первый член который здесь в теореме присутствует, он является KL-дивергенцией агрегированного апостериорного распределения, агрегированное по всем объектам или по всем индексам с априорным распределением. А второй член это совместная информация двух случайных переменных. Первая случайная переменная это индекс, вторая Z. В целом нам не важно что такое совместная информация, нам в целом только формула ее важна. Ну какой смысл совместной информации? Совместная информация это некоторая мера, которая нам говорит, насколько две случайные величины взаимозависимы. То есть она находит матожидание логарифма совместной плотности к маргинальным плотностям. То есть если две случайные величины независимы и Z, то вот эта штука распадется на произведение их плотностей, то есть будет равна знаменателю, знаменатель и числитель сократятся, получится единица, логарифм единицы будет нулю. То есть если случайная величина независима, то эта штука будет равна нулю, в других случаях больше нуля. Окей, то есть вот мы сейчас хотим доказать, что второй член ВЭЛБа равен к л-дивергенции агрегированного обстерьерного распределения с прайером плюс некоторая совместная информация. Окей, для этого мы соответственно ввели вот это все вспомогательная вещь, которую мы сейчас будем использовать. Давайте попробуем это доказать. Давайте вот пока просто перепишем то, что у нас есть вот здесь в левой части и честно распишем, чему же равняется вот эта к л-дивергенция. Она равняется следующему. Вот здесь сумма остается. 1 на n мы заменяем на q от i. Мы сказали, что q от i это распределение на индексах 1 делить на n. Дальше интеграл, ну соответственно интеграл это просто к л-дивергенция. К л-дивергенция выглядит следующим образом. Интеграл q z и t при условии x и t мы сказали, что будем обозначать за q z при условии i. Дальше появляется логарифм в дроби q z при условии i делить на соответственно вот этот правер. Окей, дальше следующее равенство. Сумма остается, интеграл остается, а вот эту вещь мы сворачиваем в совместную плотность, потому что с помощью формулы условной вероятности получается совместная плотность. Дальше в логарифме делаем следующую вещь. Давайте числитель и знаменатель умножим и поделим на 1 делить на n. Вот здесь 1 делить на n это q от i и p от i можем просто обозвать, потому что они равны. Соответственно здесь мы соберем это тоже в полную плотность qi z а здесь у нас будет pz и p i это 1 делить на n сюда мы тоже 1 делить на n подставим. Дальше следующее равенство. Интегралы суммы поменяли местами, оставили их, qi z пока не тронуто, логарифм. Здесь что делаем? Здесь мы расписываем тоже по формуле условной вероятности, но теперь вычленяем сначала q от z, который является нашим агрегированным пастерерным распределением и q и при условии z. То есть это распределение индексов при условии z, то есть какой бы индекс больше соответствовал данной скрытой переменной, какой бы объект больше бы соответствовал данной скрытой переменной. А знаменатель пока оставлен неизменным. Следующее равенство. Что здесь получаем? Так, что-то я сам запутался. Что мы здесь получаем? А, получаем здесь следующую вещь. Вот эту вот дробь, которую в логарифме мы разбиваем на две, соответственно, qz делить на pz и qi при условии z делить на p. Вот с первой давайте разберемся. вот логарифм qz на pz вот здесь вот он стоит, dz понятно, интеграл понятно, а здесь появилась агрегированный пастериор. Почему? Ну, если мы просуммируем по всем и qi z, то получим агрегированный пастериор. Окей, это первоещее. Во втором члене у нас, соответственно, должна остаться интеграл, вот эта вот сумма переносится, вот эту вот штуку расписали совместную плотность обратно. Окей, и логарифм просто остается вот этого члена делить на вот эту штучку. Окей, теперь смотрим. Вот эта вот штука, которую мы здесь получили, это честная дивергенция кульбака лейдлера, которая стоит как раз-таки в теореме. То есть, вот первый член мы уже получили. Что мы получили дальше? Дальше получаем следующую вещь. Ну, во-первых, мат ожидания по q от z, это вот интеграл q от z d z. От чего? Вот здесь стоит энтропия. Энтропия это интеграл, ну, если дискретное распределение это сумма, это сумма распределения, умноженная на логарифм этого распределения, только со знаком минус, умноженный на логарифм 1 делить на это распределение. Вот это мы свернули вот в этот член. В целом, просто поверьте, что здесь со всякими энтропийными вещами на этом слайде все точно правильно написано, поэтому поверьте, что математика здесь верна. И здесь появился один вот такой член логарифма n. Откуда он взялся? Вот здесь мы пропустили p от i, p от i это 1 делить на n. Вот если в знаменателе стоит 1 делить на n, то мы переворачиваем будет логарифм n. Вот эта вот штука все, если мы проинтегрируем, даст единицу, и поэтому останется вот этот логарифм n. Окей. Вот получили вот такую крокозябру. Смотрим на то, что мы хотим доказать. Первый член мы уже вот вычленили, с ним все хорошо. Теперь нам, видимо, остается показать, что вот эта вот штука равняется вот этой штуке. Давайте это покажем. Ну, здесь вот еще раз переписано. Можно, пожалуйста, еще раз показать код z через код i z, как выражается? Код z является суммой совместной плотности. Ну, то есть, вот у нас есть совместная плотность двух переменных, чтобы получить одной переменной, просто просуммируем во второй. Можно сейчас вопрос? Да, конечно. А какой смысл вкладывается в код i при условии z? Я правильно понимаю, что у нас x фиксированы, то есть какие-то nx of? Да, смотри, это распределение на индексах при условии скрытой переменной. То есть, вот если мы берем максимум этого распределения, то максимум нам дает тот индекс или тот объект, потому что индекс связан с объектом, который наиболее вероятен для данной скрытой переменной. То есть, если ты возьмешь скрытую переменную, кинешь в это распределение, получишь распределение на индексах, которое нам говорит, а вот какой индекс более вероятен, какой объект более вероятен, чтобы сгенерировать такую скрытую переменную. А x у нас фиксировано получается. Да, выборка фиксирована. Здесь пока считаем, что выборка фиксирована. Окей. Последний шажок, и теорема будет доказана. Две строчки осталось потерпеть. Вот эта совместная информация, давайте ее распишем и поймем, что она в точности равняется вот этой крокозябре. Совместная информация у нас является мат-ожиданием вот такой вот штуки, логарифма совместной плотности к маргинальным плотностям. Распишем вот это мат-ожидание с помощью формулы условной вероятности, то есть сначала q от z, проинтегрируем сначала по q от z, потом по q и при условии z. Окей. Здесь тоже воспользуемся формулой условной вероятности. Все честно. Дальше мат-ожидание пока оставляем, а здесь замечаем, что здесь стоит q от z и здесь стоит q от z. Сокращаем. Остается логарифм вот такой штуки. Ну, а тут уже в целом все сделано. Вот мат-ожидание q от z здесь остается в первом члене. Логарифм частного разбиваем на разность логарифмов, поэтому сначала рассматриваем числитель. И мат-ожидание вот этой вот штуки q и при условии z на логарифм q и при условии z это минус энтропия. Вот. Поэтому получается первый член, а второй логарифм от n получается очень просто. q от i это 1 делить на n, поэтому здесь логарифм n стоит, а мат-ожидание схлопывается в единицу. Поэтому просто остается логарифм n. Все. Вот эта вот теорема доказана. Теперь вот будем просто пользоваться вот этим фактом. И сейчас, собственно, главный вопрос, зачем мы это сделали. Окей, мы, конечно, преобразовали, получили какой-то там агрегированный пастерер, какая-то календивергенция, совместная информация. Круто. Зачем? Давайте попробуем ответить на вопрос, а зачем. Так. Да, все верно. Давайте еще раз посмотрим на нашу ELBA. Вот честно выписанная ELBA, которая у нас была. Теперь давайте вместо второго члена подставим то, что мы получили в теореме. Первый член остается без изменений. Это то, что мы называем reconstruction loss. А здесь, соответственно, две штуки. Получилась совместная информация и календивергенция. Давайте разобьем, соответственно, вот эту штуку. Наша ELBA теперь разбивается честно на три части. Первая – reconstruction loss, который вообще никак… Вот он как был в изначальном ELBA, так и остался. Мы его сейчас не рассматриваем. А вторую часть с календивергенцией мы разбили на две части. Первая – это календивергенция некоторого агрегированного апостериорного распределения с прайером. И вот этот член – это совместная информация. Ну, тут, соответственно, стоит логарифм, какие-то матожидания энтропии и бла-бла-бла. Про этот член все, что важно понимать, это то, что он, во-первых, не отрицательный, во-вторых, ограничен логарифмом… Вот здесь вот должна была быть маленькая n, простите, здесь большая стоит. Окей, важно заметить, что мы уже сказали, что хотим что-то с прайером поделать. Вот. И если посмотреть на все вот это выражение, то можно заметить, что априорное распределение на z стоит только в одном члене, в третьем. То есть, если мы хотим что-либо сделать с нашим elba, а именно хотим, например, вот эту вот штуку, мы хотим в ноль загнать, потому что тогда elba будет максимально. То для того, чтобы это сделать, нам надо сделать следующую вещь. Мы должны сказать, что прайер должен быть равен агрегированному апостериорному распределению. То есть, вот если мы возьмем апостериорное распределение для каждого объекта нашей выборки, просуммируем их, поделим, ну, среднее возьмем, 1 делить на n, и скажем, что прайер равен вот этой кракозябре, то вот эта штука будет равна нулю. Вот. То есть, сейчас мы получили лучшее представление о том, чему должен быть равен прайер. Вот в этой статье, которая называется Elba Surgery, операция над Elba, они еще провели небольшой эксперимент, ну, пообучали какие-то VIA-модели с двумя скрытыми переменами, с 10, с 20. Ну, вот здесь вот еще раз, кстати, вот показано, что… Сегодня опечаток много, второй скобки не хватает. Что вот KL-дивергенция равна нулю, когда апостериорное распределение равняется агрегированному апостериорному распределению. Окей, вариационному. Агрегированное, апостериорное, вариационное распределение. Какая красота. Окей, вот они провели какой-то небольшой совсем эксперимент на каких-то абсолютно, ну, видимо, сами нагенерировали вроде данные, и у них было, соответственно, 2 скрытые переменные в модели SWIA, 10 скрытых переменных и 20 скрытых переменных. Детали эксперимента не очень важны, и они просто хотели посмотреть, вот, а чему же равен вот этот член, вот этот член, вот этот член. И они явно посчитали все вот эти 3 члена. Что у них получилось? Вот само значение LB, это, соответственно, вот это вот L. Средняя KL-дивергенция. Средняя KL-дивергенция, я, кстати, не помню, что такое средняя. А, средняя KL-дивергенция – это, соответственно, вот сумма двух вот этих членов. И, соответственно, средняя KL-дивергенция распадается на два члена. Вот это Mutual Information, совместная информация, и маргинальная KL-дивергенция. Вот эта вот штука. И что у них получилось? Что на самом-то деле, если у нас вот какие-то там более-менее разумные значения количества скрытых переменных, то вот эта маргинальная KL-дивергенция вносит вполне себе осязаемый вклад. Вот, то есть, если весь вот этот вот второй член является там в районе 20, то на член, который с прайером, ну вот где-то половина уходит значений. Мы хотим, так, ну надо тут разобраться. Если мы хотим… Ну если L бы максимизируем, то… Максимизировать, да, мы хотим поменьше, да. KL-дивергенцию хотим… Ну да, нет, тут просто с минусами можно запутаться, потому что здесь минус стоит. Да, мы хотим вот эту штуку по-хорошему как можно меньше. Окей, и что еще важно заметить, что они посмотрели… Ну, вот это n у них известно, потому что это количество объектов. Они посмотрели, что логарифм n равен… У них, по-моему, было 60 тысяч, что ли, и будет здесь, типа, логарифм 60 тысяч – это около 11. И можно заметить, что так как эта штука от нуля до логарифма n, то, соответственно, логарифм n – это в районе 11, а весь этот член 1067, то можно заметить, что в целом вот эта вот вещь близка к нулю. Правильно ведь я размышляю? Сейчас, может, сам напутаю. Да, вроде верно. А что это значит? Вот еще просто маленький инсайт. Он не особо-то интересный, но давайте посмотрим. Это значит, что если эта штука близка к нулю, это значит, что энтропия, если близка к нулю, это значит, что распределение… Как проект думать? Ну, энтропия максимально у равномерного распределения, то есть когда у нас на всех индексах примерно одно и то же творится. Если же у нас энтропия близка к нулю, это значит, что распределение имеет выраженные пики, а это значит, что для каждого индекса у нас получается свое распределение. То есть для каждого z у нас явно выражен один и тот же индекс. То есть z хорошо восстанавливает наш индекс i. И если мы… То есть мы же хотим вот эту штуку тоже минимизировать, потому что от этого l у нас станет побольше. Значит, мы хотим, чтобы энтропия вот этого распределения была бы побольше. Правильно я говорю? Да, побольше, потому что минус на минус дает плюс. То есть мы хотим, чтобы вот эта вот штука на самом деле была побольше. То есть l будет больше, если по z нам будет сложнее сказать, какой объект за этот z отвечает. То есть вот этот член – это некоторое подобие регуляризатора, потому что он не дает нам вариационному распределению схлопнуться в какое-то выраженное решение, когда каждый z будет соответствовать четко своему x. То есть он не дает распределению схлопнуться в какую-то дельта-функцию. Окей. Важный поинт, который вот надо из этой статьи извлечь, что априорное распределение входит в ELBA только вот в этом третьем члене, где вот это Q – это апостериорное агрегированное вариационное распределение. И если мы хотим его поменьше, надо что-то сделать в этом направлении. И кажется, что мы не успеваем… Ну, давайте вот еще последний слайдик, и на этом закончим. Собственно, вопрос возникает. Как же нам выбрать какое-то оптимальное априорное распределение? Ну, первое, что мы можем сделать – это поставить стандартное нормальное распределение. Но что мы тогда получим? Это очень сильная регуляризация. То есть мы прям заставляем каждую точку Z при условии X быть похожим на априорное распределение. Плохо. Что мы можем сделать? Mock – это Mixer of Gaussians, то есть смесь Gaussian. Мы можем туда поставить смесь Gaussian. И такие работы есть. Вот я привел одну и вторую ссылку. Я, честно говоря, не помню абсолютно никаких деталей из них, потому что читал их несколько лет назад. Поэтому, простите, если хотите, почитать, посмотрите. И можем сделать следующее. Мы можем сказать, что пусть априорное распределение равняется агрегированному вот этому пастериору, но тогда на самом-то деле что мы получим? Во-первых, здесь сумма по всем объектам, что в целом нет, потому что мы считаем, что у нас выборки большие, и мы такое не умеем. А второе, ну мы тогда зауверфитимся, потому что у нас не будет никакого хорошего регуляризатора на все это дело. И это тоже плохо, потому что мы хотим, чтобы априационное распределение на самом деле как-то еще было регуляризировано. И как с этим побороться и как выбрать оптимальный прайер, видимо, мы в следующий раз поговорим. Поэтому, видимо, на этом все. Если есть вопросы, задавайте. До свидания, иначе до свидания. А по проекту что-то уже известно? По проекту, да, пора о нем подумать. Давай я к следующей неделе что-нибудь скажу. Договорились? Да. Окей. С домашкой есть там какие-то вопросы? В понедельник, соответственно, надо еще, блин, третью домашку вам сделать. Окей. Продолжение следует.